Телеканал КРТ представляет Позволяя ему в 2024 году в третий раз ощутить первый президентский восторг Просто уважаемый американский эксперт не знает о нигде про то Как молодой человек спас девушку от изнасилования, уговорив ее И уже в понедельник, 16 марта, Дональд Федорович решил поделиться этим счастьем Со страной на утреннем брифинге в Белом доме Ну а мастер-класс настроя на здоровый образ жизни дал президент Белоруссии Александр Лукашев Запомни, гаденыш, я автократ-славянофил, а не коррупционер-казнократ Убивает не коронавирус, убивает капитализм Добрый день, дорогие друзья В эфире очередная программа «Международная панорама» и ее ведущий Дмитрий Джангиров Главной темой международной повестки дня, несомненно, является коронавирус Затухающий в Китае, но перебросившийся на Европу и Соединенные Штаты То, что до западных политиков степень угрозы доходит медленнее, чем до китайских Свидетельствуют местные выборы в воскресенье во Франции И продолжающиеся праймарис в США, несмотря на то, что больные коронавирусом выявлены уже во всех штатах Для понимания ситуации, во вторник во Флориде в рамках демократических и республиканских праймарис На участки для голосования пришло суммарно 2 миллиона 700 тысяч зарегистрированных избирателей А в штате Иллинойс более 2 миллионов Разумеется, западные политики пытаются успокаивать своих сограждан Но пока это не выглядит убедительно Так канцлерин Ангела Меркель заявила, цитата Когда вирус уже есть на территории, у населения нет иммунитета и не существует лечения Тогда от 60 до 70 процентов населения будут заражены, конец цитаты Еще дальше пошел ее британский коллега Борис Джонсон, цитата Некоторые люди сравнивают это с сезонным гриппом Так делать нельзя, так как у нас нет иммунитета Эта болезнь опаснее и будет дальше распространяться Я должен быть честен с вами, с британским обществом Больше семей, намного больше семей потеряют своих близких Можно с гордостью констатировать, что наш министр здравоохранения Илья Емец Выбрав самую символическую дату, пятница 13-я Заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры То, что не получается у политиков, попробовали исполнить банкиры 12 марта один из крупнейших в мире американский инвестиционный банк Голдман Сакс Попытался успокоить своих нервничающих клиентов из коммерческих банков Проведя селекторное совещание с участием своего главного экономиста Яна Хациуса И главного медика Майкла Рендала Запись совещания попала в социальные сети Но насчет ее седативного действия имеются вопросы Что касается ценных бумаг, то у них все нормально Рынки восстановятся во второй половине 2020 года У людей дела чуть хуже Например, коронавирусом заразятся 50% американцев, 70% немцев Пик вируса ожидается через 8 недель На сегодня через 7 После чего болезнь пойдет на спад Этот вирус сосредоточен географически между 30 и 50 градусами северной широты Предстоящее лето в северном полушарии поможет справиться с эпидемией Из инфицированных 80% заболеют в легкой форме 15% в средней форме А 5% будут в критическом состоянии Смертность в среднем составляет до 2% Прежде всего это будут пожилые люди и люди со слабой иммунной системой Приблизительно 3 миллиона человек только в США Для любителей порассуждать на тему «бывало и хуже» Можно привести статистику гриппа испанка столетней давности Когда переболело почти 30% населения Земли Каждый шестой или 5% населения умерло Ну а мастер-класс настроя на здоровый образ жизни Дал президент Белоруссии Александр Лукашенко Я человек не пьющий, но в последнее время в шутку говорю Что водкой надо не только руки мыть, но наверное и в день 40-50 грамм В пересчете на чистый спирт травить этот вирус Сходите в сауну сухую Ну если 2-3 раза в неделю, тоже полезно Китайцы нам подсказали, что этот вирус при плюс 60 не выдерживается Приятно смотреть по телевизору, люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы Там трактор вылечит всех, поле всех лечит Еще в январе ведущие западные СМИ писали о неспособности коммунистического Китая Справиться с коронавирусом в силу костности управления Отсутствие инициативы на местах и тому подобным либеральным претензиям Сегодня же мы с удивлением читаем в агентстве Bloomberg материал постоянного автора Известного ученого и публициста Хэла Брэндиза Под названием «Коронавирус – это шанс Китая ослабить либеральный порядок» С подзаголовком «Демократический миропорядок пережил крах 2008 года» На этот раз, возможно, ему не так повезло Автор статьи приводит аналогии между 2008 и 2020 годами И утверждает, что, цитата «Финансовый крах 2008 года был не просто экономическим шоком Но и глубоким стратегическим шоком с точки зрения американской мощи Если предположить, что в конечном счете коронавирус поразит мировые демократии так сильно, как предсказывают многие Он может нанести еще один ошеломляющий удар по США и международному порядку, который они поддерживают» Конец цитаты Брэндиз утверждает, что в 2008 году финансовый кризис нанес три удара Во-первых, он лишил блеска экономическую модель США И поднял глубокие вопросы о компетентности американских лидеров Во-вторых, он придал респектабельность тезису о том, что автократические правительства могут превзойти своих демократических коллег В плане обеспечения стабильного роста и управления кризисами В-третьих, это стимулировало китайскую геополитическую уверенность в себе И питало предчувствие американского упадка Теперь же автор ожидает очередной дискуссии о достоинствах демократии и авторитаризма Цитата В то время как Америка изо всех сил пытается проверить своих граждан И создать адекватные запасы основных медицинских принадлежностей Таких как маски Правительство Китая и известные китайские фирмы Обеспечивают поставки в такие страны, как Италия и даже сами Соединенные Штаты Пекин пообещал дополнительные средства для помощи программам Всемирной организации здравоохранения в бедных странах И пропагандистское подразделение Коммунистической партии Активно рекламировало это участие В то же время утверждая, что вирус каким-то образом возник в Соединенных Штатах Лишь несколько недель назад, когда воздействие коронавируса Все еще было в значительной степени сосредоточено в Китае Доминирующей темой было то, что Пекин снова стал новым больным субъектом Азии Теперь, похоже, коронавирус показывает, насколько сильно упали относительная сила и престиж Америки В заключении автор с сожалением констатирует, цитата Без сомнения, коронавирус будет стимулировать новые усилия Китая По вытеснению и дискредитации американского лидерства в мировых делах Впрочем, живой классик культурологии и социальной философии словенец Слава и Жижек Пошел еще дальше, утверждая в своих статьях, что коронавирус может предвещать крушение капитализма И возврат того строя, позитивное упоминание которого запрещено законом Украины Между строк его последних произведений четко проступает тезис Убивает не коронавирус, убивает капитализм Цитата Еще одним странным феноменом, который мы можем наблюдать Является триумфальное возвращение капиталистического анимизма То есть отношение к таким социальным явлениям, как рынки или финансовый капитал Как к живым существам Если читать наши ведущие СМИ, то создается впечатление, что на самом деле Мы должны беспокоиться не о тысячах уже умерших И еще о тысячах, которые умрут А о том, что рынки начинают нервничать Коронавирус все больше нарушает бесперебойную работу мирового рынка И, как мы слышали, рост может упасть на 2-3% Разве все это не свидетельствует о настоятельной необходимости реорганизации мировой экономики Которая больше не будет зависеть от рыночных механизмов? Конец цитата Слава Ижижек выступает за глобальную координацию и международное сотрудничество Критикует принцип «каждая страна за себя» И цитирует британскую Guardian, которая пишет Существуют национальные запреты на экспорт ключевых товаров, таких как медикаменты При этом страны полагаются на свой собственный анализ кризиса в условиях локального дефицита И бессистемных примитивных подходов к сдерживанию эпидемии В подтверждение преобладания принципа национального эгоизма Можно привести совсем свежий скандал с немецкой биотехнологической фирмой Кюревак Руководству которой лично Дональд Трамп предлагал продать за миллиард долларов Полные права на вакцину от коронавируса, чтобы использовать ее исключительно для лечения американцев Представители Министерства здравоохранения Германии заявили Что кабинет Ангела Меркель заинтересован в разработке лекарства против коронавируса И находится в постоянном контакте с той же Кюревак Тем более, что эта компания работает совместно с Государственным институтом имени Пауля Эрлих Что же касается Славы Ажижека, то он делает еще один важный вывод Цитата Эпидемия коронавируса сигнализирует не только об ограниченности рыночной глобализации Но о еще более роковом пределе националистического популизма Настаивающего на полном государственном суверенитете С Америка или что бы то ни было, прежде всего покончена Так как Америку можно спасти только благодаря глобальной координации и сотрудничеству Иной сценарий предсказывает известнейший израильский историк и футуролог Юваль Ной Харари Который в интервью CNN предупреждает, что важнейшим последствием коронавируса Станет всемирный поворот к цифровому тоталитаризму на основе глобальной слежки Пройдя через эту эпидемию, человечество смирится с отказом от приватности В пользу здоровья, за которое придется платить тотальный 24 часа 7 дней в неделю Биометрической слежкой места положения, температуры тела и тому подобного Кстати, еще три года назад Харари предупреждал, цитата Большая битва грядущего столетия будет происходить между приватностью и здоровьем И здоровье победит Большинство людей будут готовы отказаться от своей частной жизни В обмен на гораздо лучшее медицинское обслуживание Основанное на 24-часовом мониторинге того, что происходит внутри их тела Конец цитаты Нефтяная война развивается по нарастающей, задевая все новые мировые отрасли и национальные валюты И описывать ее в терминах противостояния Эр-Риада и Москвы Представляется не только упрощением, но и неадекватной оценкой ситуации Удачно подметили сложность картины журналисты словацкой газеты «Правда» Подчеркнув в статье о заглавленной «Когда двое бьются за нефть» Тот факт, что «Третий» совсем не обязательно этому радует Свой вариант «Третьего не радующегося» назвало издание «The American Conservatory» 17 марта в аналитическом материале под названием «Россия наносит ответный удар по больному месту американской нефти» Автор Скотт Риттер пишет «На первый взгляд этот конфликт представляет собой борьбу между двумя крупнейшими производителями нефти За долю на нефтяном рынке Возможно, именно это и стало основным мотивом Саудовской Аравии Которая резко отреагировала на отказ России сократить уровень добычи Между тем, мотивы России кажутся совершенно иными Ее мишень не Саудовская Аравия, а скорее американская сланцевая нефть» При этом автор считает, что «Если цель спровоцированной России ценовой войны заключалась в том, Чтобы заставить американские нефтяные компании разделить боль, Она уже достигнут» Такая же война, инициированная Саудовской Аравией в 2014 году С целью подавить производство американской сланцевой нефти Не привела к желаемому результату Но только потому, что инвесторы были готовы поддержать производителей сланцевой нефти Предоставив им огромные займы и вливание капитала Чтобы добыча сланцевой нефти, в которой применяется такой дорогостоящий метод, Как гидроразрыв пласта, была экономически выгодной Цена за баррель нефти должна колебаться в рамках между 40 и 60 долларами за баррель Именно такие рамки Саудовская Аравия надеялась сохранить, Когда она предлагала России еще больше сократить добычу, Но что Россия ответила отказом Конец цитаты Зафиксируем логику автора В рамках соглашения ОПЕК+, Саудовская Аравия действовала не только в собственных интересах, Но и в интересах американских производителей сланцевой нефти А Россия, отказавшись от дальнейшего сокращения добычи, В первую очередь нанесла ущерб американским сланцевикам, Которые сегодня находятся в менее выгодном положении, нежели 5-6 лет назад Цитата Производители сланцевой нефти, обремененные огромными долгами и высокими производственными расходами, Серьезно пострадают в случае продолжительной ценовой войны на нефтяном рынке Уже сейчас, поскольку стоимость барреля нефти составляет около 35 долларов, Начались разговоры о банкротстве и массовых временных увольнениях. Все это не сулит Трампу ничего хорошего на предстоящих выборах. Конец цитаты Однако, как мы знаем, даже самое логичное построение необходимо проверять на соответствие имеющимся фактам. А в данном случае уже на момент написания автором статьи в American Conservative существовали факты, противоречащие сделанным им выводам. Итак, вопреки тезису о том, что ценовую войну против американских производителей сланцевой нефти развязала Россия, Представители американских сланцевиков решили нанести удар не по Москве, а по Эр-Риаду. Один из ключевых сланцевых баронов, основатель компании Continental Resources, миллиардер Хэральд Хам, Заявил о намерении отправить в Министерство торговли США иск с обвинением Саудовской Аравии в незаконном демпинге нефти на мировых рынках. Дело в том, что в дополнение к объявлению о резком увеличении добычи нефти и вызванному этим обвалу цен, Эр-Риад объявил о снижении цены барреля на 6-7 долларов для европейских и азиатских покупателей. Саудитов поддержали Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт, тоже объявившие о резком росте добычи и снижении цен. Формально это является ответом на несговорчивость России, но фактически главным пострадавшим являются американские сланцевики, Резко увеличившие свою долю за время действия сделки ОПЕК+. Харальд Хам сообщил агентству Bloomberg, что намерен начать вместе с Альянсом производителей энергоресурсов США Расследование противоправных действий Саудовской Аравии. Кроме того, Харальд Хам привел оценку экспертов, согласно которой при цене на нефть в 30 долларов за баррель, только 5 американских сланцевых компаний могут работать без убытков. Остальным придется сворачивать производство или закрыться. Харальд Хам является неформальным советником Дональда Трампа по энергетическим вопросам. И потому он особо подчеркнул, что не советовался с президентом по вопросу расследования демпинга в отношении саудовской нефти. Однако, в ситуации, когда Трамп благоволит наследному принцу Мохаммеду Билл Салману и прощает ему мелкие шалости, типа убийства оппозиционного журналиста, его энергетический советник может вполне удачно сыграть роль злого полицейского. При этом, сам господин Хам заявил, что если Министерство торговли признает Саудовскую Аравию виновной в демпинге, то можно будет ввести пошлины на все саудовские товары и сырье, импортируемые Штатами. Цитата. «Это будет хорошая радикальная мера, и ее следует выполнить». Конец цитаты. Впрочем, сам Дональд Трамп спасает сланцевую отрасль иным способом. Выкупая у сланцевиков нефть в стратегические нефтяные резервы. «Мы собираемся наполнить их до самого верха», заявил президент США, а министр энергетики во исполнение президентского решения издал распоряжение, согласно которому закупка начинается незамедлительно. Ведущий эксперт по энергетике агентства Bloomberg Жавье Блас перевел это в конкретные цифры. В стратегических нефтяных резервах на момент президентского решения находилось 634 миллиона баррелей нефти. Полная мощность хранилищ составляет 714 миллионов баррелей. Итого правительство купит 80 миллионов баррелей или по 450 тысяч баррелей в сутки в течение полугода. Это обойдется бюджету Соединенных Штатов в 2,6 миллиардов долларов. Однако, вслед за сухими расчетами, господин Блас сделал весьма интересное замечание. Цитата. По иронии, всего лишь несколько дней назад американское правительство продавало нефть из резерва, чтобы покрыть затраты бюджета. Теперь же американские сланцевики извлекут нефть из недр только для того, чтобы дядя Сэм закачал ее обратно под землю и потратил на это миллиарды долларов налогоплательщик. Однако, это еще не все странности героической драмы под названием «Дональд Трамп спасает американскую сланцевую отрасль». Американский энергетический аналитик Джастин Якобс считает, что решение президента никак не поможет сланцевой добыче. Прежде всего, ввиду небольшого объема закупки по сравнению с потерянным спросом. Ну и на десерт. Цитата. К тому же, я не могу понять, как выкуп нефти по цене ниже себестоимости добычи может помочь. Просто уважаемый американский эксперт не знает анекдота про то, как молодой человек спас девушку от изнасилования, уговорив ее. Точно так же и Дональд Федорович спасает сланцевиков от убытков, покупая их нефть ниже себестоимости. Впрочем, проблемы с нефтью для американского президента, похоже, отходят на задний план по сравнению с ралли на фондовом рынке. В важнейшем индикаторе не только состояния экономики, но и политической стабильности. Важными факторами, вызывающими колебания индексов, являются упомянутые ранее пандемия коронавируса и ценовая война на нефтяном рынке. Однако и они бледнеют на фоне бурной деятельности Дональда Трампа. Так, 15 марта Федеральная резервная система США на внеплановом заседании приняла решение снизить ключевую процентную ставку до 0-0,25%, сделав заявление, что намерена держать ставку на около нулевом уровне, до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности. Конец цитаты. Чтобы понимать драматичность ситуации, можно напомнить, что аналогичное понижение ключевой ставки произошло в разгар глобального финансового кризиса в декабре 2008 года, когда ФРС опустила до 0-0,25% впервые в своей истории. Это уже второе внеплановое заседание ФРС и второе снижение ставки на 0,5% в марте. Дональд Трамп, ранее жестко требовавший от ФРС максимального снижения ставки, на этот раз заявил, что он счастлив. И уже в понедельник, 16 марта, Дональд Федорович решил поделиться этим счастьем со страной на утреннем брифинге в Белом доме. На невинный вопрос журналиста, не движется ли экономика в сторону рецессии, Трамп столь же незатейливо ответил, что это возможно. Цитата. Что ж, это может случиться, но мы рассматриваем ситуацию не с точки зрения рецессии, а с точки зрения борьбы с вирусом. Как только мы его остановим, появится невероятный неудовлетворенный спрос, как на фондовом рынке, так и в экономике. Когда все закончится, когда мы справимся с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост. Конец цитаты. Как вы прекрасно понимаете, инвесторы и игроки на фондовых биржах не те люди, которые, когда все только начинается, готовы ждать обещанного президентом, когда все закончится. Короче говоря, если бы президент США избирался бы 16 марта и только голосами биржевиков, то Дональд Трамп проиграл бы эти выборы даже коронавирусу. И неудивительно, что понедельник 16 марта стал черным. Доу Джонс упал почти на 13 процентов, без малого повторив исторический антирекорд 19 октября 1987 года. Чтобы спасти ситуацию, американским властям пришлось давать обещание о выкупе определенных ценных бумаг американских компаний на сумму до 1 триллиона долларов. Понятно, что после таких заявлений уже во вторник 17 марта Трамп в глазах биржевиков стал вновь выглядеть предпочтительнее коронавируса. В результате чего Доу Джонс вырос более чем на 5 процентов. Более подробно и профессионально о проблемах мировых рынков и фондовых площадок мы поговорим с финансовым экспертом, управляющим партнером инвестиционного фонда Capital Times Эриком Найманом. Добрый вечер, Эрик. Здравствуйте. Давайте начнем с такого вот простого вопроса, ну для многих, наверное, зрителей это будет интересно. Что означает, что ФРС ввело практически нулевые ставки? Раньше то же самое Центральный банк Европейский, Банк Японии, ну и в принципе основные игроки. То есть стоимость денег нулевая? А где-то даже отрицательная. В Европе она уже давно отрицательная. Ну мы берем. Но вопрос в том, что, а зачем они это сделали? Потому что это беспрецедентный шаг для ФРС США. У них еще ноля, я не помню. На 2008 году короткое время было. Очень-очень короткое, а здесь мы понимаем, это уже так надолго. Этот ноль надолго. Но это говорит о том, что насколько глубокие, тяжелые проблемы в экономике США. То есть это очень сильный наркотик. Нулевая процентная ставка – это сильнодействующее средство. Медикамент, который призван залатать дыры, которые возникли в американской экономике. Потому что американская экономика, как и большая часть мировой экономики, построена на кредите. И вот получается, что этот фундамент кредитный из-под американской экономики выбивает. Коронавирус его очень активно выбивает. Проблемы с логистикой, ну там много чего. Выбивает и результат, если, ну представляете, если рухнет госдолг США, рухнет доллар США, рухнет вера в США. Ну, считается, что... Поэтому... Считается, что любой удар по доллару США ослабляет еще сильнее другие валюты. И поэтому даже при падении все равно будут вкладываться в долларовые обязательства. Что мы сейчас и видим. В конечном итоге, вроде бы, они снижают процентную ставку. И многие удивляются, а почему доллар при этом дорожает? Потому что дефицит долларов. Реально, в мире возник, это удивительно, дефицит долларов. В Украине, вы сейчас обратитесь, дефицит доллара. Это не просто так. Реально, действительно, возник дефицит доллара. Нет наличного доллара, а в мире, в Украине, а в мире нет безналичного доллара. А вам нужно проценты погашать, долги возвращать. Поэтому доллар дорожает. Если ставка до нуля упала, программа опять объявляет аналог количественного смягчения. Причем огромные суммы. Триллион на выкуп, ну объявили как минимум, на выкуп бумаг цены. И если будет все равно падать фондовый рынок, это что означает? А такая вероятность же есть. Первый этап, они начали спасать госдолг США. То есть им сначала нужно спасти государство США. Поэтому первые деньги, сотни миллиардов долларов, пошли на гособлигации США. Второй этап, они начали спасать американские банки и давать деньги банкам. Третий этап, о котором буквально вчера заявили, они начинают спасать крупнейшие корпорации. Потому что зашатались и такая компания, например, как Boeing. По итогу, большая вероятность чего? Что часть крупных корпораций станет государственными, ну в той или иной мере. Или они перейдут в собственность крупнейших банков, как это было в кризисе 29-го года. Это аналог какого кризиса? Что будет потом? Ну, во-первых, сейчас жесточайший замес, потому что сейчас мы видим все признаки кризиса в коктейле, страшный коктейль и 29-го года. И кризиса доткома в 2000-го года. И 2008-го года крах ипотеки. И 1987-й год, однодневный обвал, крупнейший в истории бирж США на 22% за один день. То есть вот это все в одной точке, ну, растянутое на несколько месяцев. В Европе, я думаю, закончится национализацией. В США, скорее всего, закончится, что эти лучшие активы окажутся в руках у банкиров. Вот произошедшего, когда вся пыль коронавирусная уляжется, выиграют Китай и США. Всех остальных расплющит. На этом наша беседа подошла к концу. В гостях у нас в студии был Эрик Найман, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю вас. И они оказались правы. Прежде всего отметим, что по сравнению с оперативностью российского конституционного суда, осенний турборежим украинского зе-парламента выглядел, исходя из неполиткорректных анекдотов, просто каким-то эстонским законотворчеством. Получив от президента запрос в субботу, 14 марта, Конституционный суд России уже 16 марта, рассмотрев десятки поправок, выдал положительный ответ на все вместе и каждую в отдельности. Благо, введенное одной из поправок упоминания в основном законе Бога позволило сделать чудо неотъемлемой частью российского права. Чем, несомненно, и воспользовались конституционные судьи, воскресив третий раз первый срок, добавив это чудо к трем евангельским воскрешениям – дочери Равина и Аира, сына вдовы Наинской и Лазаря из Вифании. Кстати, несмотря на то, что поправок очень много, утвердить или отвергнуть их россиянам предлагается пакетом, ответив на референдуме всего на один вопрос – вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации? Вопросительный знак в конце символизирует демократию, хотя логичнее бы смотрелся восклицательный, как символ стабильности. Российские социологи отмечают, что отклик у россиян в первую очередь находят конституционные поправки, фиксирующие социальные гарантии, индексация пенсий и минимальная зарплата на уровне прожиточного минимума, а также связанные с утверждением консервативных ценностей традиционное определение семьи и упоминание Бога. На ура также идет запрет на двойное гражданство для чиновников. Некоторую дискуссию вызывает определение русских в качестве государствообразующего народа. Правда, эта новация смягчена добавлением входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации. Тут скорее интересно определение России как союза народов, а не объединение граждан. Похоже, Москва наконец сформулировала три критерия русской политической нации. Принадлежность к одному из народов, проживающих на территории Российской Федерации, признание за русскими статуса государствообразующего народа и почитание российской истории, сформулированное как память о защитниках Отечества и защита исторической правды. В этом плане обращает на себя внимание мнение ведущей французской газеты «Ле Фигаро», которая 15 марта опубликовала статью «За Путиным стоит старая автократия славянофилов». Автор материала Шанталь Дель Соль подметил идеологическую обертку конституционной реформы власти в России, хотя основная мысль статьи ничем не отличалась от сотен остальных публикаций в западной прессе на эту тему. «Владимир Путин оправдывает свой шаг типичными для антидемократов аргументами. Стабильность и безопасность важнее политического самовыражения. Пусть даже на 22 апреля запланирован референдум для подтверждения этой конституционной реформы». Он также пустил в ход сомнительные диалектические приемы, подчеркнул, что в России было достаточно революций, «как будто законная смена лидера, во всяком случае, если речь идет о его уходе, равнозначно революции. Это полностью противоречит самой сути демократии. Иначе говоря, речь идет либо о полном ее непонимании, либо о намеренном искажении». Конец цитат. «Этот пассаж очень интересен с точки зрения различий устройства либерально-демократического и традиционного общества. Автор Фигаро с точки зрения француза прав на все сто. Однако, с точки зрения традиционного общества, перенастройка всей системы власти под нового лидера, сменившего, пусть даже добровольно ушедшего на покой многолетнего правителя, по своему масштабу вполне сопоставима с революционными изменениями. Достаточно вспомнить маятник перемен, качнувшийся после смерти Леонида Брежнева в течение нескольких лет в диапазоне от Юрия Андропова до Михаила Горбачева. И я даже рискну предположить, что некая причудливая комбинация этих двух линий до сих пор определяет характер российской власти. В свою очередь, автор материала Фигаро видит в действиях Путина, цитата, «Сметение лидера, который должен отчитываться перед демократией и даже оправдываться за свою неверность». И в этом имеется определенная логика, если Владимира Путина рассматривать как лидера, изменившего линии Горбачева-Ельцина. Шанталь Дель Соль говорит именно об этом, просто иными словами. «Постсоветская Россия должна была стать демократической. По крайней мере, она обещала стать такой, чтобы сохранить свое место среди благовоспитанных наций». Конец цитаты. Нынешнее положение России автор Фигаро сначала сравнивает с перепутьем, цитата, «она расшаркивается перед демократией, но не убеждена в ее обоснованности». В этом заключается ее большое отличие от Китая Си Цзиньпиня, который безостенчиво отвергает демократию и с гордостью признает автократию. Конец цитаты. И тут же выясняется, что перепутье вроде как пройдено. Цитата. «Славянофилы, которые представляют глубинную и почти что закопавшуюся в землю России, судя по всему, вышли победителями из всех испытаний под лозунгом «Православие, автократия, нация». Путинская вертикаль власти – это автократия славянофилов. И недавние шаги представляют собой лишь ее отражение». Конец цитаты. Что касается лозунга, то он, разумеется, в либеральной интерпретации, вполне отражает консервативную идеологию российской власти, отныне закрепленную в Конституцию. Другой вопрос, что французский автор наивно соотносит консервативную идеологическую надстройку со взглядами людей, составляющих базис российской власти. Лично я вполне представляю себе абстрактного представителя путинской вертикали власти, который хлещет по щекам столь же абстрактного оппозиционного блогера экземпляром вполне конкретного номера Фигаро со словами «Запомни, гаденыш, я автократ-славянофил, а не коррупционер-казнократ». Чуть было не сказал конец цитаты. Российские социологи отмечают, что к вопросам о реформе власти и обнулении предыдущих сроков Путина россияне относятся с меньшим интересом, нежели к социальным и идеологическим вопросам. Соответственно, и поддержка властных поправок заметно ниже. Однако, слишком уж привлекательна обертка вокруг реальной начинки, чтобы представить себе провал референдума, назначенного на 22 апреля, но имеющего все шансы быть перенесенным на более поздний срок ввиду эпидемии коронавируса. Ну а в наступающей паузе авторитетнейший американский журнал Forbes пытается дать ответ на вопрос, вынесенный в заголовок материала Джеймса Роджерса. Что планы Путина на президентский пост означают для России и Запад? Автор, в отличие от сотен своих западных коллег, не углубляется в причины, по которым Владимир Путин открыл себе возможность пребывать у власти дополнительных 12 лет. Однако делает весьма важное замечание. Цитата. Путин управляет Россией уже два десятилетия. Разве он не мог создать систему, которая позволила бы ему спокойно уйти из власти? Если те, кто считают этот план способом остаться у власти до 2036 года, правы, к тому времени Путину будет уже за 80. Система, которая настолько сильно зависит от одного человека, каким бы популярным он ни был в период своей работы, вовсе не обязательно стабильно. Конец цитаты. Автор вскользь упоминает о возможной активизации политической оппозиции, но указывает на ее слабость. Что же касается ответа автора Форбс на вопрос, вынесенный в заголовок, то он считает, что цитата «Пока Путин остается у власти, перспективы улучшения в дипломатических отношениях и расширения деловых и инвестиционных возможностей для западных игроков в России остаются крайне ограниченными». Конец цитаты. Что же касается авторского мнения, то я бы разделил так называемую проблему 2024 года и возможность Путина в 2024 году баллотироваться на 5-6 срок. Проблема 2024 заключалась в том, что Путин постепенно превращался в хромую утку, за спиной которой начинаются как интриги в отношении преемника, так и различные перегруппировки олигархических групп в преддверии схватки за власть. Публичное обсуждение подобных сценариев дополнительно де-факто делегитимизировало власть Путина, тем самым заранее снижая и авторитет любого его преемника. «Обнуление президентских сроков через поправки к Конституции означает, что Владимир Путин перестает быть хромой уткой, а все сценарии трансфера власти переходят в категорию несбывшихся мечтаний тех или иных групп влияния. Попытка любых олигархических групп продвигать своего кандидата будет отныне означать открытую демонстрацию нелояльности к Кремлю со всеми вытекающими последствиями. Ведь не просто так президент России на днях вновь помянул Михаила Ходорковского. Со своей стороны, конституционная реформа власти позволит олигархическим группам расширить свои возможности по конвертации уже имеющихся денег и влияния в решения органов власти, увеличивающие размер политической ренты. Все это позволяет Владимиру Путину до конца лично контролировать развилку. Либо самому идти на выборы 2024, либо тайно готовить преемника, которого предъявят в самый последний момент. Какова вероятность каждого из двух сценариев? Действуя в соответствии с теорией игр, опытные игроки в покер в двух случаях из трех действуют согласно своей системе. В одном из трех блефуют. Наверное, и здесь два шанса из трех, что Путин в 2024 году будет баллотироваться лично, но один шанс из трех я готов отдать варианту преемника. Ну, а чтобы немного смягчить серьезность темы, мы обсудим мистический характер российской власти и ее реформирование с политологом-мистиком Андреем Мишиным. Приветствую. Ну, мы с вами договорились поговорить о мистическом характере российской власти, где можно обнулить любой срок, где можно третий раз идти на первый. Но, тем не менее, надо признать, и даже, так сказать, как бы, либеральные социологи признают, что больше 50% у Путина поддержки есть по-любому, если брать от тех, кто готов прийти голосовать или прийти на референдум. Как вы думаете, вот с чем это связано? Ну, вы знаете, что за последние пять лет Россия мутирует, и мутирует резко. Вот когда-то Советские Союзы называли сверхкорпорацией. И вот сверхкорпорацию в такую мутирует Россия. Госсовет – это вот как бы собрание акционеров. И что в этом причина? Это не то, что где-то с 2004 года в госсобственности три четверти валового национального продукта, что все руководители и власти, все Путинское криво, являются, даже журналисты, являются членами Совета, значит, директоров акционерных обществ, не только шести госкорпораций, но и акционерных обществ с большой частью капитала. Прежде всего, повлияли санкции. Такая имперская, русско-советская идентичность объединяет людей вокруг Путина. И вопрос экономики отступает. И в этой связи абсолютно понятно, что желающих сменить, как вы правильно говорили, Путина, очень много. И попытка уйти в госсовет по китайскому образцу оказалась, понятно, кто бы не был бы президентом, то, значит, протаскивать любого человека будут кто угодно, начиная с Кирилла. Россия превращается в эту сверхкорпорацию. И, как сказал в конце февраля батька Лукашенко, когда его заставляли принудительно интегрироваться, он сказал так, что, значит, это у нас не евразийская интеграция, а это инкорпорация. То есть корпорация как действует? Это слияние, поглощение. Поглощение ждет и Казахстан, и поглощение ждет и Белоруссию. В Украине уже есть некоторые не миноритарные акционеры, как, например, в целом русские граждане, а в Украине есть и мажоритарные акционеры, которые сразу войдут в эту, в кремлевскую головку. И к этому, значит, у нас все идет. Причем будет использоваться идентичность. Миссия Путина в чем заключается? Главная миссия, а к власти идут бандой и держатся власти банда. Для своей банды, для ближнего окружения показать, что для них ничего не переменится. Второе, значит, опять же, все чиновники, вся эта новая, как бы сказать, менеджеры сверхкорпорации, вот для них как бы нужен символ, как Стив Джобс, вот так вот для сверхкорпорации. Путин с тобой становится символом. Благодарю вас за беседу. Это был Андрей Мишин, как мы его называем, политолог-мистик. Спасибо. Спасибо. Разумеется, исторические аналогии не точная и даже опасная штука, но тем не менее, они дают шанс учиться на чужих ошибках. И, по моему мнению, главной ошибкой межвоенной Польши было твердое убеждение польской элиты в том, что идеологические противоречия Третьего Рейха и Советского Союза непреодолимы, а в силу этого их антипольский союз, даже временный, невозможен. Именно эта ошибка, в отличие от многих других, оказалась для межвоенной Польши роковой. Аналогичную ошибку сегодня совершает украинская дипломатия, считая, что идеологические противоречия Польской Республики и Российской Федерации непреодолимы. На самом деле, за рамками исторического спора, идеологические основы нынешних партий власти Польши и России близки, ибо представляют собой схожие формы консерватизма, одной из важных составляющей которого является открытый антилиберализм. Именно в силу этого Киеву необходимо тщательно мониторить сигналы, которые подают друг другу Варшава и Москва. Из последних информационных поводов считаю обязательным отметить развернутое интервью главы Министерства иностранных дел Польши Яцика Чапутовича от 12 марта для Росбизнес-консалтинга. Коснувшись большинства вопросов польско-российской повестки дня, Чапутович наряду с повторением традиционной польской позиции расставил несколько новых акцентов, что можно рассматривать как зондаж для потепления отношений. Четко отстаивая традиционную польскую позицию в отношении пакта Молотова-Риббентропа к атынской трагедии и отсутствия реального суверенитета Варшавы в советский период, глава МИД Польши в то же время накануне 75-летия победы тем не менее использует компромиссные формулировки. Цитата. У нас нет расхождений в толковании победы над фашизмом. Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов. Здесь у нас нет противоречий. Они возникают, когда мы говорим про начало войны. Что касается Катынского расстрела, да, Россия признала этот факт и вину Советского Союза. Однако этот факт нельзя отделять от контекста начала Второй мировой войны, поскольку это преступление стало результатом нападения и оккупации Польши Советским Союзом в результате соглашения СССР и фашистской Германии. Конец цитат. При этом министр Чапутович предлагает оставить историческое измерение за рамками польско-российских отношений. Цитата. Я считаю, что надо снизить накал исторических споров, пускай ими занимаются профессиональные историки. Это они должны анализировать документы, проверять источники. Надеюсь, что нам удастся наладить работу совместных групп таких специалистов. Польша и Россия соседние страны и между нашими политиками и обществами должны существовать нормальные отношения. Конец цитаты. В подтверждение слов о готовности снизить накал исторических споров в ответ на вопрос о регулярно поднимаемой в Польше теме репараций со стороны России, Чапутович заявил, что такие вопросы поднимаются в рамках внутренних дебатов, но это не является проблемой взаимоотношений. Интересно, что 31 января 2020 года замглавы МИД Польши Павел Яблонский в интервью Радио Зет, отвечая на вопрос о том, должны ли идти репарации от России за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне, сказал, безусловно, да. Это вопрос абсолютно однозначный. По его словам, Россия виновна в военных преступлениях, уничтожении сотен тысяч человек и оккупации Польши на протяжении десятилетий. Согласитесь, заявление замглавы МИД трудно отнести к внутренним дебатам. Сам же глава МИД Польши заявил о желании улучшить отношения, но при этом сформулировал шорт-лист польских претензий к Москве. Цитата. Мы видим, что Россия применяет военную силу и не соблюдает международное право. В 2008 году Россия проявила агрессию по отношению Грузии в 2014 году к Украине, когда произошла аннексия Крыма и начались боевые действия в Донбассе. Изменилась и риторика России об исторических событиях. Предпринимаются попытки переписать историю, то есть дать ей новую трактовку. Конец цитаты. Кроме того, Чапутович подтвердил негативное отношение Варшавы к трубопроводу Северный поток-2. Понятно, что нас в первую очередь интересует украинский раздел в интервью главы польского МИД. Здесь Чапутович начал с дежурного заявления. Цитата. Минские соглашения должны быть реализованы и мы рассчитываем, что нормандский формат сыграет свою роль, при этом утверждая, что в случае выполнения минских соглашений Варшава проголосует за снятие с России части санкций ЕС, наложенных за роль Москвы в конфликте на Донбассе. Но вот ключевой момент. Вопрос журналиста. Вы говорите о необходимости выполнения минских соглашений, но на Украине часто звучат призывы к их пересмотру. Какую позицию занимаете вы? Считаете ли вы, что минские соглашения по-прежнему актуальны? И ответ, цитата, в конфликте с Россией мы поддерживаем Украину как жертву агрессии и всегда прислушиваемся к ее мнению. Давайте сначала выполним соглашения в том виде, в котором они существуют, а также договоренности, принятые нормандской четверкой в декабре. Необходимо приостановить военные действия, установить перемирие и обеспечить безопасность. Это будет первым важным шагом вперед. А потом будем задумываться о будущем и более общих вопросах. Отвечая на вопрос об отношении к президенту Украины Зеленскому, Чапутович заявил, цитата, «Думаю, что следует положительно оценивать президентство Зеленского. Мы видим, что он стремится к тому, чтобы был мир в стране. Он налаживает отношения с Россией, открыт по отношению к ней. Мы будем поддерживать его в этих усилиях». Конец цитаты. Что же мы видим? Несмотря на дежурные слова поддержки в адрес Украины и лично президента Зеленского, глава польского МИД, во-первых, четко высказался за выполнение Минских соглашений в их изначальном виде, плюс реализацию итогов декабрьского саммита в Париже в нормандском формате, что сложно назвать поддержкой нынешней позиции Зеленского и официального Киева в этих вопросах. Во-вторых, он однозначно поддержал восстановление украинско-российских отношений. Выводы каждый может сделать сам. А более подробно об истинном отношении Польши к Украине мы поговорим с медиа-экспертом Евгением Статецким. Добрый вечер, Евгений. Что пишет польская пресса, о чем заявляют польские политики? Ну, прежде всего, в Польше есть две основных точки зрения на украинский вопрос. Именно, как вы говорите, для внутреннего пользования. Первое, это политика правящей политической партии «Правая справедливость» и ее, скажем так, ближайшего соседа по политическому спектру партии «Кукис-15». Это мы помогаем Украине и укрепляя наши с ней сузнические отношения, мы делаем нехорошо России. Но есть другая версия, которая озвучивает оппозиция. Что это Россия подталкивает нас к дружбе с Украиной, а на самом деле нам надо с ней воевать и быть как бы максимально внутри своих интересов и эти интересы диктовать всем вокруг нас. То есть обе группировки дружно обвиняют друг друга в том, что они агенты Кремля. То есть они на самом деле агенты Кремля непонятно. Даже среди правящей политпартии ПИС есть очень разные высказывания совершенно разной полярности. Например, Браницкий, если я не ошибаюсь, он говорил, что я буду поддерживать Украину, даже если украинцы будут требовать от нас отдать им пшемышль, потому что это наш ближайший и лучший союзник в борьбе с Россией. Но при этом другой депутат от той же партии Станислав Пьента, он некоторое время назад был в Киеве с дипломатическим визитом и говорил, что вот тут я много раз встречал идею объединения Украины и Польши в одном государстве со столицей в Варшаве. В Киеве это он был? Да, да, да. Значит, говорит, что ему там многие его коллеги вспоминали о договоре, заключенном между Гетманом Иваном Выговским и Польским королем о создании три единого польско-литовско-украинского государства в 1658 году, то есть через три года после Переяцовской Рады. В общем, для проверки этого своего утверждения он решил два дня гулять по Киеву в польском военном мундире с польским флагом нашивкой на плече. Гулял, как он говорит, что не возбудил ни у кого никакой антипатии, никакого злого слова не слышал, наоборот, все вот там подходили, интересовались, смотрели на меня с улыбками и так далее. То есть он из этого сделал вывод, что идею общего государства с Польшей украинцы поддерживают. Я благодарю вас за беседу. Это был Евгений Статецкий, медиаэксперт. И в завершение программы краткие новости с подсоветского пространства. В российском издании Росбизнес-консалтинг была обнародована информация, из которой можно судить о параметрах интеграции в рамках уже до юра существующего союзного государства России и Белоруссии. По информации РБК Москва предложила Минску создать 12 наднациональных органов. В рамках так называемой 31-й дорожной карты по интеграции двух стран содержались предложения по созданию единого эмиссионного центра, который подразумевает введение единой валюты, счетной палаты и суда союзного государства, единого таможенного органа, единого органа по учету собственности союзного государства, единых налоговых и антимонопольных органов. Обсуждались единые регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства связи, а также регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии. Предлагалась разработка дорожных карт по созданию общих банков данных правоохранительных органов, а также унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб. Однако, после того, как в конце 2019 года переговоры об интеграции двух стран затормозили на фоне спора по ценам на нефть, стороны договорились продолжить работу по интеграции, но без обсуждения создания наднациональных органов. 16 марта фракция партии молдавских социалистов и демократов в парламенте подписали соглашение о создании парламентского большинства. Это весьма знаменательный факт, завершивший некий политический круговорот. Дело в том, что после бегства из страны 16 июня прошлого года олигарха Владимира Плохотнюка, фактического хозяина демократической партии, в парламенте была создана коалиция русофильски настроенных социалистов и еврооптимистов из блока АКУМ. Понятно, что это был временный союз на весьма непрочной антиолигархической основе, который просуществовал менее пяти месяцев. Далее социалисты вступили в неформальный союз в парламенте с обезглавленными но многочисленными демократами и с начала 12 ноября выразили вотум недоверия правительству Марии Санду, а затем поддержали кабинет Иона Кику, состоящий в основном из советников президента Молдовы, неформального лидера партии социалистов Игоря Додона. Де-факто четыре месяца социалисты и демократы действовали в коалиции и наконец решили формализовать свои отношения. Несмотря на идеологическую противоречивость такого союза, эксперты предсказывают, что он сохранится минимум до президентских выборов, которые пройдут осенью нынешнего года. А на этом наша программа подошла к концу. Это была международная панорама и ее ведущий Дмитрий Джангиров. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok